Валерия Ильинична, намечается съезд правозащитников. Значит, я знаю, что были моменты в истории России, когда вас называли слишком политизированным правозащитником и не звали, не давали слова, не позволяли выступать на правозащитных мероприятиях. Как в этот раз? У нас два съезда подряд намечены, 12-го и 13-го, 12-го форум правозащитников День Конституции, а 13-го учредительный съезд партии Народной Свободы, которую создает наша четверка Немцов, Касьянов, Милов, Рыжков. Мы будем и здесь, и там, слово дают и здесь, и там. Я думаю, что правозащитники, не мытьем, так катаньем, убедились в том, что это не я настолько несговорчива, а это власть настолько плоха и недоговороспособна. После того, как на последнем светском рауте уличном, который назывался, кажется, День Единства и Согласия, портреты кроткой Людмилы Алексеевой, 82-летней, топтали ногами на шисты, а господин Федотов, назначенный курировать общественную палату вместо Эллы Памфиловой, которая, наконец, не вынесла всего этого, и правильно сделала, что не вынесла, он был раньше уйти, заявил, что ничего страшного, за это нельзя наказывать, они так выражают свое собственное мнение. Мне кажется, что до самых недогадливых правозащитников должно... Это называлось в начале XX века, в XIX, своими копытами они доказывают, что и так далее. То есть предсказаниям никто не верит. Кассандре поверили в тот день, когда Трою взяли, но тогда было уже поздно. Но здесь это произошло все-таки чуточку раньше, и это благой момент. Я думаю, причина другая, Леточка. Было время, когда власть пыталась заигрывать правозащитников. Им казалось, что это часть общественного мнения, которое им нужно в Кремле, это казалось, ребята. Сейчас они не пытаются заигрывать. И Людмила Алексеева, и Пономарев, и ты, все одно предатели России, которые борются с вертикалью властью. А после того, как Кроткого Пономарева несколько раз хватали и сажали на несколько суток, и после того, как оказалось, что он главный предмет попечений Центра Э по борьбе с экстремизмом, мне кажется, даже кротость Льва Пономарева и его толерантность претерпели некоторый ущерб. Некоторые изменения, да. И благодаря этим изменениям стала приемлема точка зрения Валерии Ильиничной Доводворской, которая выступает всего-навсего за восстановление демократических институтов в России. Не за приготовление из коммунистов шашлыка, не за убийство кого-то. Валерия Ильинична никогда не выступала за преследование кого-то или убийство. Или выступала? Ну, откуда взялась идея, что мы собираемся кого-то вешать, я просто не знаю. С молодых ногтей самых ранних моментов существования демократического союза «Никто ничего подобного не говорил». А если бы сказал, он вылетел бы из партии с таким ускорением, что косней бы не собрал. Хочу вас познакомить. Никогда в жизни... Самый кроткий из политиков, самый терпимый, самый... Только за предком унести... Валерия Ильинична Доводворской. Субтитры сделал DimaTorzok